Сегодня Латвия отмечает 28-го годовщину восстановления независимости. Праздничные мероприятия проходят по всей стране, в том числе в Елгове. Там находится наш корреспондент Анастасия Дьяконова. Мы выходим с ней на прямую связь. Настя, здравствуй. Что за рассказы о свободе сейчас сочиняют в Елгове? Здравствуй, Марина. Добрый день, телезрители. Каждый пишет свою независимость по-своему и видит свободу по-разному. Как? Сегодня можно увидеть здесь, в Елгове, на магистрали Лока, недалеко от улицы Авиацес, на бетонной стене появились работы в стиле граффити. Некоторые художники уже завершили свою работу, другие все еще продолжают. Здесь везде стоят баллончики с краской, но, правда, их не очень много. О том, что же это за работы и сколько участников, да и откуда они, мы сейчас узнаем, потому что к нам на разговор я позвала одного из организаторов сегодняшнего мероприятия, Гундер Сауна. Добрый день. Добрый день, да. Рассказывайте, сколько художников и почему именно они сегодня здесь творят? Да, ну, сегодня здесь, в Елгове, международный фестиваль граффити и тема истории свободы. И у нас были присыланы 24 эскизы, 24 художника присылали, и вот 9 лучших профессиональных жюри выбрало, и 9 лучших этих художников из 4 стран здесь у нас, Латвия, Литва, Эстония, Франция. И мы очень рады, потому что 10 лет была такая пауза у нас в Елгове, этого фестиваля. В этом году, 100-летие страны, мы хотим снова начать эту традицию, чтобы она была и в следующем году. Но если посмотреть на все работы, то, в принципе, очень похожи и тона. Красный, желтый, оранжевый, черный. Почему так? Потому что в устав, наш художник, который главный художник проекта, Дайнис Руденс, очень известный граффити художник в Латвии, он выбрал 7 таких красных палет, такие тоны, 7, которые нужно всем использовать. И поэтому вот есть такие, есть такие, как бы, вот эти 7 тонн, и вот видим. Потому что, чтобы немножко, немножко было это все как вместе, в одна работа. Чтобы не было просто там 100 красок, да, но мы хотели, чтобы было как так бы вместе все, все делали. Общая работа почти длиной 60 метров. Марина, обязательно приезжай посмотреть. Кстати, в Фейсбуке можно будет голосовать за самые лучшие, уже начиная с понедельника.